В отношении вице-губернатора Станислава Гребенщикова возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Гребенщиков организовал выплату 14 миллионов рублей из федерального бюджета фирме «Стройинвесткомплект», заведомо зная, что эта компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Известно, что фирма занималась реконструкцией здания страхового общества «Саламандра» в Омске, там, где планируется сибирский филиал музея «Эрмитаж». С ней заключили контракт, несмотря на то, что компания накопила многомиллионы долги по всей стране и начала процедуру банкротства. На сайте арбитражного суда значится около 80 исков, а контракт заключался именно в тот момент, когда руководил Министерством строительства Омской области Станислав Гребенщиков. Как результат, фирма отработала выданный аванс 82 миллиона рублей лишь на 10 с небольшим процентов. Также сообщается, что средства в федеральном бюджете были потрачены на другие цели, не выполнена реконструкция объекта и вдобавок материальный ущерб понесла кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию в обеспечении исполнения государственного контракта. Отмечу, что уголовным делом займутся следователи из Новосибирска. А еще один вице-губернатор, правда бывший, возможно через 10 дней выйдет на свободу. 17 апреля Советский районный суд удовлетворил прошение Юрия Гамбурга об условно-досрочном освобождении. Напомню, бывший высокопоставленный чиновник был осужден за превышение должностных полномочий. Ущерб, причиненный городскому бюджету, оценили в 200 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok